Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США по имену Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США по имену 4.2 РИА Новости Владимир Остапкович Президент США Дональд Трамп Архивное фото РИА Новости Владимир Остапкович Президент США Дональд Трамп Архивное фото Вашингтон, 17 апреля Новости Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Емени, говорится в распространенном в среду Белым Домом тексте ответа Трампа Конгрессу. Ранее этот документ получил поддержку в обеих палатах Конгресса. 24 июля 2018 года 958 Емен превратился в арабское Сомали, считает политолог глава Верховного Политического Совета Хуситов попросил у России помощь в разрешении военного конфликта в Емени. Политолог Игорь Шатров в эфире радио «Спотник» предположил, почему призыв о помощи был адресован именно Москве. «Эта резолюция представляет собой ненужную опасную попытку ослабить мои конституционные полномочия, подвергая опасности жизни американских граждан и храбрых военнослужащих как сегодня, так и в будущем», говорится в письме Трампа. В частности, он обращает внимание на то, что в тексте резолюции ему предлагается устранить вооруженные силы Соединенных Штатов от боевых действий в Емени. Эта совместная резолюция не является необходимой, потому что Соединенные Штаты не участвуют в боевых действиях, идущих в Емени или затрагивающих Йемен. Например, в Емени нет военного личного состава Соединенных Штатов, командующих, участвующих или сопровождающих вооруженные силы коалиции во главе с Саудовской Аравией против хуситов, пишет Трамп. 19 марта, 8 часов. Либерал или главный палач. В Вашингтоне решают, кем будет Саудовский принц. Мы оказываем эту поддержку по многим причинам. Прежде всего, это наш долг – защищать безопасность более чем 80 тысяч американцев, проживающих в определенных странах коалиции, которые подвергались нападениям хуситов из Емена, поясняет Трамп. Конфликт в Емени, по его мнению, представляет собой недорогой и незатратный способ для Ирана создать проблемы для Соединенных Штатов и союзной им Саудовской Аравии. Резолюция также опасна. Конгресс не должен пытаться запретить определенные тактические операции, такие как дозаправка в воздухе, или требовать, чтобы военные действия укладывались в определенное время. Это пересекается с конституционными полномочиями президента как главнокомандующего, говорится в документе. Кроме того, такая резолюция повредит внешней политике США, в частности, двусторонним отношениям, а также будет помехой о борьбе с терроризмом на Аравийском полуострове, уверен Трамп. 31 октября 2018 года, 3.41. США призвали арабскую коалицию прекратить авиаудары по имену Майк Помпе призвал провести переговоры в третьей стране, чтобы положить конец конфликту и создать демилитаризованную зону. Законопроект был предложен сенатором-республиканцем Майком Ли и демократом Берни Сандерсом. Сандерс заявил, что США не могут и далее сотрудничать с деспотичными властями Саудовской Аравии. Военно-политический конфликт в имени между правительством и повстанцами-хуситами и сашиитского движения Аньсарала продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт ранее не привели к успеху. В настоящее время бои активизировались в районе провинции Хадейда, где расположен один из основных портов, через которые в страну попадают гуманитарные помощи и коммерческие грузы.